Пока это только предложение, но мало кто сомневается, что его примут. Генеральная прокуратура хочет пересмотреть часть решений о реабилитации жертв политических репрессий. Это очень тревожное развитие, которое не может вызывать ничего, кроме возмущения и отвращения. Потому что речь идет об отказе в реабилитации, об отмене решения реабилитации людям, которых государство лишило свободы, а иногда жизни, много-много лет назад. В документе говорится о запрете реабилитировать тех, кого обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности. Проект приказал подготовить генпрокурор Игорь Краснов. Он обосновал его тем, что нельзя допустить оправдание пособников нацистов и изменников родины. Вот у меня есть, например, доверитель, чья мать была в 1943 году осуждена за то, что она в оккупированном Орле под принуждением, под страхом быть отправленной в лагерь немецкий. Она дала немецкому агенту расписку о том, что она соглашается быть осведомительницей немецких властей на оккупированной территории. И из материалов дела мы знаем, и иного доказано не было, что кроме этой расписки ничего преступного она не совершила по советским законам. Ничего предосудительного она не делала. И даже то, что она эту расписку дала, в чем она призналась, она дала, потому что в противном случае ей грозила тюрьма, а может быть даже и гибель. Вот таких людей достаточно много. Два месяца назад в России внесли правки в другой документ – концепцию госполитики по увековечиванию памяти жертв советских репрессий. В новой редакции из него пропали упоминания о том, кто и когда эти репрессии осуществлял, а также данные о количестве жертв. В России есть единственный музей ГУЛАГа, сделанный в лагере ГУЛАГа. Собственно, единственный музеифицированный лагерь ГУЛАГа находится в Перми и называется он Пермь-36. Там в 90-е годы был создан музей демократический, все правда, отрицающий. Там весь этот ГУЛАГ, ну отрицающий, осуждающий весь этот ГУЛАГ. И вот если вы сейчас туда пойдете на экскурсию, я там был на экскурсии, по-моему, два года назад, там говорят примерно следующее. Ну да, но они же в целом такие враги народа, во-первых. Но они же что-то сделали, на ровном месте же бы их не посадили. О репрессиях говорят все меньше и меньше, отмечают правозащитники и историки. В школах пока о них еще рассказывают, но подробно на этой печальной странице истории стараются не останавливаться. Основная идея преподавания что массовых репрессий, что коллективизации, например, которая была раньше начала, чем массовые репрессии, это концепция необходимого зла. То есть, да, это все было, конечно, ужасно, но так было нужно, иначе бы Советский Союз не провел индустриализацию, не перешел на вот эти индустриальные рельсы и, соответственно, не выиграл бы войну. По оценкам музея истории ГУЛАГа, с 1953 по 2020 годы были реабилитированы свыше 6 миллионов людей. Массового пересмотра дел о реабилитации правозащитники не ждут. Просто потому, что объем таких дел большой и прокуратура не сможет с ним справиться. Но они опасаются, что некоторые решения о реабилитации все же отменят, чтобы создать прецедент и сделать их показательными.